На мероприятии присутствовали почетные гости как Десногорской Смоленской области, так и представители концерна «Росэнергоатом» и учебного центра «Атом». Благодаря совместной инициативе это новое для «Атомграда» спортивное направление стало возможным. Десногорск стал пилотной площадкой на территории Христуская концерна «Росэнергоатом», где открывается такой замечательный подрядческий круг, где открывается «Атомчик», там светло, тепло, уютно, комфортно. Я правильно владею этими видами, потому что мы будем знать, как правило, создать, а сейчас и в какое время. Проект создания сети патриотических клубов по практической стрельбе из пневматического пистолета в городах присутствия «Росэнергоатом» стартовал в прошлом году. Благодаря концерну «Росэнергоатом» и учебному центру «Атом» в атомных городах удастся не только разнообразить культурный и спортивный досуг, но и поспособствовать развитию патриотизма в детской и подростковой среде. «Первое, что было предложено, это город Десногорск. Я не знаю, почему. Наверное, здесь больше всего люди хотят спорт, хотят развиваться, хотят все вкладывать в детей. Поэтому первым Десногорск, Нововоронеж, и мы с удовольствием предложили эту идею, они подхватили эту идею, и мы ее с удовольствием реализовываем». Поскольку у этого вида спорта очень серьезные меры безопасности, первое, что ждет стрелка – инструктаж. В этот день его проводили представители учебного центра «Атом», команда спортсменов которого занимает лидирующие позиции в этом виде спорта и даже становилась призером чемпионата мира 2018 года. «Эта рука идет сюда, плотно держится, отхватывается. Вторая рука этим местом где-то сюда опираетесь, тоже плотно отхватывается. Ладонью сюда, палец на раму, этот на него. То есть вот такой стабильный класс. Мне кажется, ничего сложного». Экспертами не раз отмечено, что спортивная стрельба формирует у человека хладнокровие, наблюдательность и волю к победе. А для достижения значимых результатов потребуется и владение своими эмоциями. А эти навыки обеспечат победу не только в спортивном состязании, но и в реальной жизни. «У меня дочь занимается лыжным спортом. Но вот сейчас она увидела стрельбу, говорит, она вообще болеет биатлоном. Говорит, это очень полезно, если запишется, я с радостью буду ходить». «Стрельба, что здесь опасно, ведь профессиональные люди будут заниматься, это первое, да, то есть с большим опытом в определенных местах отведенных, то есть в киров, да. Это же не значит, что детям дадут оружие, они будут бегать по городу с этим оружием, они будут приходить на занятия, где они будут тренироваться, да. И, опять же таки, это спорт, это хорошо». «Я думаю, что здесь же будет не только стрельба, еще какая-то физическая подготовка. Пусть дети чему-то учатся, это всегда хорошо. А кто не разделяет, тот пусть и не участвует». Секция по стрельбе будет находиться в Десногорской четвертой школе. На средства концерна «Росэнергоатом» там уже проведен ремонт и установлено необходимое оборудование. На занятиях можно будет осваивать практическую стрельбу, сборку-разборку оружия и повысить уровень своей физической подготовки. Все это под руководством опытных педагогов. Набор в группы уже стартовал.